так друзья сегодня редкий день когда у нас нет дождя вот я решил вас привести в сказочный сад почему сказочный вы поймете вот слышите голос дмитриевич я сейчас у меня прям было и вот значит в чем смысл на фоне общего херения саиногорского садоводства все перешли на импортные представляете сибирь южно азиатские саженцы вот они у людей гибнут из 1000 гибнет не 10 не 100 вся тысяча доедина и вот на этом фоне я хочу вас еще раз привести в гости к чернобаева леониду дмитриевичу он не просто мой друг на мой взгляд выдающийся художник я его знакомил с его картинами но он садовод как бы видимо художники такие есть которых руках все расцветает сейчас посмотрите и меня призвал сюда еще чуть ли не спортивный интерес дело в том что вот этот сад посмотрите видите многоэтажки вон они да вот это пригород цианогорска город его немного греет и здесь все теплее чем у меня плюс то что я называю тепловая подушка вот раз это фильм я стараюсь дмитриевич минутку я докончу разговор не подожди еще пожалуйста сейчас вот вот эти вот самостроение дом который отапливается зимой вот эти стены создают здесь тепловую подушку и когда-то волею судьбы здесь был полностью практически перенесен сюда мой сад в виде черенков вот потом леонид дмитриевич человек особый в том плане что не сговаривая со мной вот он там ждет когда я его позову не сговаривая со мной он пошел ровно тем же путем а по двое сибирки б по двое груши уссурийские вот и у него получились результаты такие же а кое-где даже лучше почему например он напрямую сюда привез с казахстана опорта ламантинский здорово или например он раздобыл у еще одного нашего сада волшебника я познакомлю вас с ним тоже яблоню лучший сорт считается мичурина это 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 берфер китайка тоже познакомлю вот вам яркие примеры и вот то что есть сад дублер мы потеряли страх перед будущим был уже случай когда мы менялись с черенками когда что-то погибает и тут же поехал сад дублер он ко мне я к нему и восстановили то же самое но теперь ближе к делу значит сейчас здесь можно с вами побывали так вот и наверное это уже остатки я вас приветствую константин так будем соревноваться говоришь да да вот это есть апорт вот а это есть то что мы называли голден делишес но оказалось неизвестный сорт появился к пошли на на воздух и как деревья чтобы не было это самое не показалось что на одном дереве всего одну штуку вырастил вот с ними вот с одного дерева и вот вот это все это твой делишес хотя и так делишес моего сада только не делишес это получился но клон железа пока так временно так еще я вспомнил про лучше мичуринский сорт сейчас я это там еще одно такой же маленькая достану яблоко чтобы пока не все маленькие а порт даже меньше вырос в этом году чем вот эти вот ну смотри сколько их крупных то вот так все бельфер китайка еще бы под ногу ладно ну давайте хоть посмотрим они разные тут и большие и маленькие но вкусная штучка вкусная ты мне угощал значит так значит у нас поневоле получила соревнования потому что бельфер китайку не я не ты у меня я у тебя раздобыл я порт алматинский тоже пойдем на это на воздух и пойдем дереву так так вот это делишес или делишес но это далеко это 4 раза в 5 раз дмитриевич ты в одно время вышел у нас лидеры за счет крупности опортов а это самое второе место по хакасии помнишь лимонка лимонка до но она папа это скромный но вкусом и вкус и оказалось ну ладно так давай они не держатся у меня так это вот самые крупные конечно вот это яблоко выросло но она тяжелее вот этого алматинского порта по весу она такую прям ну скажем деревянная прям даже хуже того так вот давай два самых крупных оставляем в руке в руках по моему они одинаковы по весу практически стандарт да нет нет возьми в это апорт возьми чтобы люди знали разницу разница ну давай я на порт красный вот он так ну что который крупнее вот этот по весу мне так кажется по а потом по ширине ну практически одинаково по высоте опорты видишь они приплюснутые как правило яблоки ну все значит просто посмотреть давай теперь все с этим понятно теперь значит победитель определен вот эти самые порт если тебе интересно давайте без она никакие крупные сейчас я приближу мы его сейчас берем откуда надо лестницу поставить или же у меня тут инструмент так и бельфер где-то рядом бельфер а там даду хорошо хорошо так где тогда это свал дыр твой вот а плоды еще есть сейчас мы имеем они на солнышке немножко окрашены до 10 октября я обычно не снимал плоды здесь здесь не окрашены до телефон выпал окрашены они только на ярко-солнечной стороне то есть на очень освещенной а так они вот чуть-чуть крапинки вот такие появляются а вообще вот самая яркая окраска в него больше он никогда более окрашенным не становится так еще теперь для чего я здесь и ты возьмешь взвесишь потом давай взвешу ага так сейчас в руку не вмещается в руку самое главное что интересует да когда это я тебе говорил на теперь говорю на камеру ну уважаемый садовод с казахстана значит просил раздобыть а у меня же это остался последний плод вот такой как сейчас показывали а кто бы знал а еще рядом забор а за забором соседи и все прочие да да короче говоря ему нужно полсотни семечек опорта ломатинского отказать я не мог я сказал пойду это с поклоном к дмитриевичу вот дело в том что был бы он с ростова или еще я бы сказал ну знаете вы чё ребята а вернуть на родину казахстан опорт я считаю ты это твой земляк решай сам конечно тем более вот эти черенки это лет 30 назад я сейчас точно даже не скажу вот происхождение сейчас откуда примерно восемьдесят седьмой год я их привез восемь шестой восемьдесят седьмой стал декургана вадим вот пока говоришь возьми в руку и вина порт и раска и рассказывай дело в том что мы с тобой знаешь кто мы последним обекание дмитриевич проходим цены с тобой можно еще сорвать более это надо уже скоро убирать иначе синички вот они уже прилетели эти хитрые птицы начинает почему-то его поклевывать именно опорт наверно нравится им на вкус наверное прям дырявит дырочку сделаю долго долго это потом это начинает подгнивать в этом месте зубы то не чисто для нашего друга из казахстана расскажи происхождение это я еще раз говорю что где-то примерно восемь шестой восемь седьмой год был командировки толды кургане вот и оттуда черенок привез опорта очень долго искал кстати даже в то время было тяжело найти его у одного из казахов приобрел череночек привез привил и вот с тех пор она вот эта культура у меня произрастает и уже поменяла третье место в горах росла на самой макушке там у меня была дача потом была дача внизу ну то что называет дача садовый участок вот и теперь я перекочевал вот сюда ближе к енисею и опять же уже вырастил вон какое дерево короче лет 30 точно этим делом опортом здесь занимаюсь и он иногда конечно прибаливает вот последнее время это дерево еще здоровые одно было у меня там она от этой бактериальный ожог или ирвиния милора крякнул вот два еще прекрасно себя чувствует то есть этот и еще там глубине сада поэтому я думаю путем естественного отбора можно сохранить культуру часть конечно умирает от этой болезни я предполагаю что надо даже не предполагаю обычно так и поступают сотни саженцев привить этой культурой все что выживет не трогает там не обрабатывая ничего все что выживет с него только брать материал вот и дальше прививать то есть выращивать продолжать выращивать эту же культуру вот так вот ну а что получится то получится у нас времени мало я в том плане самое обидное наше время уходит мы уже староватые то есть не староватые а поношенные а то как-то меня неправильно понимаешь что дмитрий еще два слова скажу пока ты держишь эти уникальные вещи в руках вот так еще так вот дело в том что мы не по лидеры мы были всегда но дело в том что мы уже последние за нами пустота не почему еще более молодые есть ну скажем 45 летние 50 лет не но настоящая работа уже не ведется не знаю может кто-нибудь заинтересуется так вот для этого я здесь я пытаюсь тоже навязывать всем своим знакомым даже молодым что давай бери так последний вопрос дело в том что я громко заявил что я больше черенки рассылать не буду я могу рассылать только твои если ты согласишь знаешь только здоровые вот потому что у меня в саду немножко есть там кое-какие деревья имеет свойство начать заболевать вот я их правда обрабатывал все остановилась вроде держится на месте но а вот саппорта потом с твоего вот этого вот с вот этого кстати могу сказать что это вкуснейшее яблоко когда она полежит дело в том что это я знаю но никто не знает позднее осеннего она даже не созревает у нас ну вот уже близко к созреванию полная налитость его и даже появляется запах и вот теперь она смесь полежит вкусней в общем-то тяжело найти он не уступает по вкусу опорту но и многим этим довольно таки известным хорошим сортам если не вкуснее он сочный ароматный реклама отличный софт единственное из-за того что мы ну как скажем не знали что в конечном итоге получится поэтому я обычно дублирую эти самые деревья минимум два сажу а этот неизвестный сорт посадил одно дерево поэтому она у меня одно единственное поэтому надо его срочно размножать а черенки покажи вам смотри какие шикарные выросли побеги обалденные так как мы будем звать раз это не golden это не golden уж golden мы все знаем как мы будем жрать решить не знаю вот как его назвать его определить опять же их миллион штук а для этого и фильм пока будем называть город это сам смотри допустим первое слово краснохуторский дело в том что первое слово golden золотое еще подходит я пока буду писать какого клон железова вот ну пиши как угодно но он происхождение то него не то что да и но а потом это ты знаешь не у кого спросить все сейчас такое впечатление что уже в ученом мире никто толком этим не занимается потом на бельфлер китайки тоже отличные побеги так стоп я выключаю пошли к бельфлер китайки